Чёрное зеркало Хочу сразу отметить этот выпуск Чёрного зеркала, последний в уходящем 2016 году и последний в этом сезоне Казалось бы, самое время подводить итоги, каким же был этот 2016, но, а есть ли что подытоживать? Я с радостью приветствую нашу аудиторию, приветствую наших гостей, спасибо, что собрались, задача уже была не из лёгких, скажу честно Спасибо тем народным депутатам и представителям Кабмина, которые всё-таки остались ещё в Украине И они улетели в тёплые края, я имею в виду тех, кому не дозвонились и тех, кому так и не смогли сюда вызвать Я предлагаю начать наше обсуждение сегодняшнее всё-таки с голосования по бюджету Потому что, по-моему, это всё-таки показательная вещь, которая является в большей мере сама по себе и итогом всей политической жизни в нашей стране Как мы подошли к этому бюджету, каким образом мы его приняли, что приняли Давайте начнём с этого Всё-таки, голосование по бюджету, задам, наверное, наивный всё-таки вопрос Я мастер наивных вопросов, риторических, на которые ни у кого нет ответа Но почему снова ночью? Почему снова кулуарно? Почему снова без достойного обсуждения? Почему страна вновь увидела вот этот бюджетный кавардак, а не нормальный процесс законотворчества? Да, Сергей Я не хочу ничем, в никаком случае, обидеть своих коллег, которые работали, часть из которых работала очень серьёзно над бюджетом и принимала бюджет Но мне кажется, что ответ на этот вопрос в очень популярной пословице в народе Ночью работают только проститутки и воры Ну и ещё Слушайте, вы обижаете представить очень многих профессий Сергей, я таким образом Я знал, что будет такая реакция Я хотел вступиться, но вы решили подбросить правительство Но я позволю продолжить, уже переводя шутки реально Мы не имеем, к сожалению, сегодня в нашей стране правильной практики бюджетного процесса Я специально изучил практически все бюджетные процессы, всех без исключения цивилизованных стран Ну нигде эта вещь не начинается в средине лета или под осень Это системная вещь И бюджет следующего года начинают анализировать, разрабатывать, проектировать, формировать Иногда даже за два года Сергей, а где-то есть... За три Нет таких стран, нет Нет, мы в этом уникальны абсолютно Поэтому я хочу сказать... Поэтому я хочу сказать следующее Спасибо Гройсману за то, что впервые за 25 лет это первый премьер-министр Кто бы что ни говорил Сделал такой шаг на встречу парламенту Начав придавать цивилизованности бюджетному процессу и дал возможность для дискуссии Раз Второе Я надеюсь, что премьер Гройсман в следующем году Или новый премьер, например, социал-демократической партии После неочередных выборов Начнет, как во всем мире, в цивилизованном мире Бюджетный процесс Как минимум за год Хорошо, Сергей, мы вас услышали, спасибо Но здесь тогда вопрос вам, Сергей Рудык, как представителю коалиции Почему вы не приняли этот цивилизованный пас от премьер-министра и от кабинета министров А снова все сделали по принципу Ночь в городе, просыпается мафия, принимается бюджет Ну, по-перше, я хотел У них мафия не спит никогда У них мафия не спит никогда Мафия не вислів Чуйте, у них мафия не спит никогда Это ваша мафия Это первое, бачите Что касается по суті, смотрите С чем я погоджуюсь, Сергей Про то, что бюджетный процесс Розпочался Вчасно 15 вересня Бюджетный комитет провел Больше 15 заседаний В последние два дни, 19 и 20 числа Мы провели 4 заседания бюджетного комитета И единственное, что в ночной час Більшість депутатов Верховной Ради с ним ознайомилась Сергей, извините, я вас не перебью, вы дальше продолжите Знаете, что мне это напоминает? Историю об успешном пути наркомана Который месяц держался, два месяца держался, три месяца держался Потом новогоднюю ночь все-таки сорвался и пошел по старому пути Мы можем, как угодно, и пытать шукать, но те, что Ти, кто хотели дизнаться про бюджет, они дизналися впродовж цих больше, чем 3 месяца Это первое. Вот член бюджетного комитета Запитайте моего колега, на скольких заседаниях бюджетного комитета, присвячених бюджету, он был Это первое. Все, кто хотели, знают Что изменилось за последние два дня? Зменилось, по суті, между другим читанием и голосованием в целом 10 миллиардов гривен 10 в плюсе, 10 в минусе Как в видатке, так и в доходе И все. Тобто, это то, что нужно было объяснить всю ночь Тобто, мы в последний день принимали два закона Это изменения до податкового кодекса, который затягнул час Это безперечный факт И нам нужно было очень быстро это доопрацевать Мы могли это сделать еще 15 грудня Я в этой студии так же это говорил На ваши же запитания, когда мы принимаем Сергей, вот в том-то и вопрос У вас впереди еще было несколько пленарных дней У вас было еще несколько пленарных заседаний Почему вы это делали под покровом ночи? Вам сразу же многие эксперты сказали, что вот эта спешка нужна была только для того, чтобы спрятать какие-то теневые схемы Какие там схемы, еще раз скажу Больше трех месяцев, я вам еще раз скажу Зменилося 10 миллиардов повязанных, только повязанных с принятием податкового кодекса Я тоже не в заходе, что наша работа больше трех месяцев Члены бюджетного комитета вывели вот эти окременные эксперты в те эпитеты, которые выдают Хорошо, Сергей, мы вас услышали Мы сегодня заседали бюджетный комитет, сегодня в первой часе проводили выездное заседание бюджетного комитета в Киевской городской администрации Мы его закончили в 15-16 годах Очень важное замечание, бюджет это не только свод цифр, бюджет это еще и налоговое, то есть бюджетный процесс Это еще и налоговое законодательство, которое менялось, это и сопутствующие налоги Вот возле меня сидит представитель радикальной партии За эту ночь они получили, первое, закон о кредитно-финансовом учреждении, первое, чистый внутренний офшор Так, Сергей, я предупреждаю вас, не в первый, но в последний раз Еще одна подобная выходка Я очередной раз вас призываю не уважать ваших оппонентов Уважайте зрителей, которые нас смотрят Я знаю, что следующая передача я с 20-го числа Поэтому сегодня можно идти в оба Я думаю, что если вы будете себя так вести, вы не досидите даже до конца этой программы Я зато скажу, за 5 минут скажу правду, которая есть У вас нет 5 минут, вы продолжите дальше Вторая, можно я продолжу? Скажите, пожалуйста, сам проект бюджета 600 миллионов на пожарные машины, вместо 300 уже 600 Мы сейчас допросим еще Андрея Арчуренко, обязательно Одна фракция Оксана, скажите, а сам проект бюджета, он уже где-то появился Уже бюджет, извините, уже проголосованный, уже закон Он где-то проявился на сегодняшний день? Нема Дивите, я просто хотела бы, если можно, трошки про как Безпосередний участник бюджетного процесса сказать, что Он у нас в 2016 году начался так, как и должен был начаться В сечне месяце Мы подали в березне вчасно бюджетную декларацию Так, Кабмин не подав ее в Верховную Раду Потому что у нас была смена Кабмина И тому бюджетную декларацию, на жаль, мы рассматрали только влитку Но мы в Министерстве финансов и все Министерства в Кабмине И начали этот процесс вчасно И в 2017 году мы его не только вчасно начнем, мы еще и начнем запровадживать середнюю строковое бюджетование Это очень важно на три года Что до этого бюджета, 15 вересня мы передали Кабмину в Верховную Раду Повный текст бюджета, не только бюджета Оксана, извините, эту историю мы все прекрасно знаем За нее честь вам и хвала Вы неоднократно об этом уже рассказывали и в этой студии И у меня в подробностях недели Я правильно понимаю, что вы сейчас перекладываете всю вину на депутатов? Это они сорвали? Я не перекладываю никакую вину, потому что бюджет, который на сегодняшний день ухвален С 3 листопада 90% его и все тексты и статьи были на сайте Верховной Ради Мы подчас принятия его в финальном читании додали 22, по сути, только поправки И эти поправки, эти все поправки, они або уточнение податков из-за принятия податкового кодекса Або это те пропозиции бюджетные, которые были в жовтне проголосованы нами, Кабмином Ухилене Понятно, хорошо, а почему депутаты сейчас массово говорят, что они не видели документ, за который они голосовали? Друзья, большинство депутатов и бюджетного права Спросим у тех, кто голосовал против бюджета, Михаил Головко, например, с поводу Вы видели, за что не голосовали в данном случае? Я хочу пояснить, как формировался бюджет Кроме того, что мы увидели в первом читании 6 вересня месяца, так ее начали розглядать То, очень важно, до второго читания мы получили основную измену От уряда, запропонованного, не голосовавши за нею в первом читании, это 3200 гривен минимальная зарплатная плата Так вы говорите, соответственно, цифры и калькуляция, и макропоказники суттєво изменились Друге, нам нужно было увидеть все-таки изменения до податкового кодекса А есть на податкового кодекса, и вы знаете, что как раз в втором, перед бюджетом голосовались изменения до податкового кодекса А это тоже влияло на доходную часть, и, соответственно, и на податковую И поэтому мы до конца не видели этих цифр И когда мы ухвалили закон о изменении до податкового кодекса, особисто я не голосовал, и мои коллеги из «Свободы», потому что там реально понапринимали таких лубийских норм аж просто гидко И поэтому и в интересах олігархов, и изменение там ренты, и изменение акцизу на алкоголь и на тютюн, все они там сделали для лоббистов, проштовхнули все, что им было нужно Но в Кабмине было 20%, а они в комитете изменили до 12% Ну давайте говорить честно, так как есть Поэтому те поправки, которые мы ставили на голосование, на подтверждение, они были провалены в сессийной зале, а потом, помните, по сигналу зигнали депутатов И повторно их проголосовали, и написали так, как им нужно, бюджет Все, что мы увидели, это буквально там на 10-20 сторинок А из введенного бюджета по сегодняшний день, его так и не видно Его на сторинках Верховной Ради нет И давайте говорить честно и неприхватно Оксана, а вот это поддержка местных бюджетов, это не те депутатские хотелки, которыми Кабмин рассчитывался за голоса? Ни в каком разе, смотрите, это, ну, по-перше, 158 статья регламента Верховной Ради и бюджетный кодекс очень четко установлю, что должно было быть проголосовано Самые эти изменения и должны были быть проголосованы, которые нами были разданы, секретарь их подготовил в Верховной Ради, и они были разданы Бюджет весь, с 3-го листопада... Оксана, услышите мой вопрос тогда, по-другому я вас формулирую Кабмин министров учитывал индивидуальные, скажем так, пожелания отдельных депутатов или фракций, уговаривая их проголосовать за бюджет В чему правильность... Ну, кому там, ну, вы же прекрасно знаете, в чему воно Мажоритарщикам денег насыпать на окно В чему правильность повного проходжения? Жодная новая поправка не может быть даже подана после того, как бюджет подан до другого читания Только те, что было от первой всей поправки, это 1160-х было подано Их разглянули, и потом бюджетные висновки, которые проголосованы в жовтні, только их можно было разглядать Оксана, я правильно понимаю, то есть кто первый успел тому на округ что-то досталось, все остальные уже голосовали по зову сердца А насправді, насправді, если говорить про... Нема ничего еще на округа Кошти с бюджета на регионы, те, что вы говорите, это фонд регионального развития, это субвенция на соцэкономию, это поддержка объединенных территориальных громад Это три больших статьи, которые есть в этом бюджете Там нет конкретных распределений на конкретную область и страну АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, еще до ответа на ваши вопросы, я бы радов и журналистам, и самим же этим занимаемся сейчас Потому что в Синниках Верховной Ради, конечно, ходили разговоры про то, что Особенно мажоритарникам на округ, действительно, гроши Причем назывались конкретные суммы в 20 млн грн, которые бы могли идти на эти округи Тобто я и наша группа народных контроль не голосовала однозначно за этот бюджет Потому что за него было категорично не можно в таком виде Особенно с теми законопроектами, которые были приняты и передавали ему Но проанализуйте, пожалуйста, округи тех депутатов, которые голосовали И тех депутатов, которые не голосовали Вся картина будет очень чудово видна и зрозумена в данном случае Но что мне вразило, например, когда 68-е изменения до бюджета До бюджетного кодекса был проголосованный А даже депутаты не читают висновки юридического управления Верховной Ради Там было чётко написано порушение 11 статей Конституции Это в частине соцвиплат, это в частине перевода финансирования На центральную, на региональную и медичную освоту И я же не говорю про кнопкодавство, которое было в эту ночь И все это чудово видели и знают Тобто и порушение двух висновок Конституционного Суду Один 10-го, если не помиляюсь, и другой 12-го Тобто ночь была долго, можно было спокойно все почитать Посмотрите, а если есть эти нарушения, возможно такой вариант Вот разъясните мне, что появится кто-то желающий, который подаст в суд на бюджет И бюджет через суд может быть отнимен Или это из разряда экономической фантастики? Наша группа в парламенте, я прошу, дозвольте я завершу Наша группа в парламенте нормального контроля сейчас подает Подание в Конституционный суд, я закликаю тех депутатов, которые это поддерживают Так, потому что порушение 11 норм Конституции, двух висновок Конституционного Суду Ну давайте уже припинем эти вещи, они уже говорят про ломание регламента и все остальное Мы подаем это и собираем сейчас подписи для того, чтобы это безопасно отменить Алена, вы присоединились, мы приветствуем Алену Струм Вы голосовали против, здесь я даже не сомневаюсь Абсолютно По-перше, доброго вечера По-друге, что я хотела сказать Не просто было феноменальное порушение регламенту Бо ты уже никого не здивуешь ни в этой студии, ни в другом А я, например, впервые подписала сегодня заяву про злочин На пана Парабия, на жаль, и на пану Южанину За то, что они сфальсифицировали изменения до податкового кодекса Это один из этих законопроектов, который был ключовый И мы это подписали большой группой депутатов из разных, до речи, фракций И как раз эти сфальшованные изменения, они стали основой этого бюджета Это было, за что расплачивались с разноманитными группами Волею народу, отроджением и разноманитными регионалами Алена, это видно на бумаге, вы можете это доказать? Потому что заявление это очень громкое Это абсолютно видно, мы это подали, в фейсбуке мы это опубликовали Я просто скажу очень простую речь Голосовали, когда Верховная Рада голосовала на этот законопроект Змени до податкового кодекса, то это было в редакции кабинета министров Яка была непоганой, яку как раз и готували в том числе от коллеги присутні тут А пані Южаніна без решения Верховной Ради Без решения Верховной Ради, проголосовавши редакцию кабмину Написала постанову в редакции комитету И комитетом там, например, зменшили ставки на видобуток нафты Зменшили ставки и податкувания на лотереи Но это однозначно не наполняет бюджет У нас два представителя коалиции Сегодня Александр Бригинец и Сергей Рудик Кто из вас готов ответить, был подлог или не было подлога? Ну, я вам скажу так, что я не вхожу до бюджетного комитета Но я могу сказать одно, что... Ну, Александр, вы проголосовали за бюджет, значит, документы вы должны были изучить Откорки документов Ну, вы говорите, подлог, это может быть на какой-то стадии, про которую я не знаю Но я скажу так, что, на самом деле, если вы посмотрите на бюджетный процесс То он в том и полягает, что все депутаты и фракции дают свои желания И только тогда, когда эти желания имеют форум и достатную количество голосов Они проходят или не проходят На жаль, или на счастье, бюджетный процесс не построен по принципу О, это правильно, значит, это будет, а это неправильно, значит, это не будет А он полягает в том, что те положения, которые имеют большинство в зале, проходят А те, которые не имеют большинство в зале, проходят Александр, вы знаете, мне кажется, я с вами согласен, но мне кажется, что вы говорите, как должно быть по закону Алена сказала, как у нас получается Да, Вадим, скажите вы что Одну фразу, если можно даже задам Спасибо, Вадима Как раз вот в этом проблема Почему каждый год под ночь Почему каждый бюджет лоббистской статьи Почему коррупционные практики продолжаются и так далее Проблема не в том, что там что-то прозрачно рассматривают Открыто, а что-то не открыто Прозрачно заключается в чем? Когда есть коалиция, у которой есть голоса, у которой есть программа Под эту программу выписываются приоритеты экономической, налоговой, бюджетной политики И эти приоритеты закладываются в расходные статьи Учитываются доходы, налоги и так далее Тогда все прозрачно Партии, политические силы, которые ходят в эту коалицию Они берут на себя ответственность за этот курс Вот это называется курсом Не дрейфом, а курсом называется Галсом, так сказать Вперед Так? Задачи масштабные ставьте, решайте задачи И тогда все понятно Есть голоса там 230, 250 Все члены коалиции обязаны за это проголосовать Это и политика Когда же Когда же мы говорили об этом на предыдущей программе Коалиция юридически есть, а де-факто ее нет Значит что? Надо добирать голоса где-то за счет кого? Мажоритарщиков, которые не входят в коалицию, между прочим Или политических сил, которые не входят в коалицию Например, вот партия, так, Маша? Так же что она? Она же не входит в коалицию Но проголосовала за бюджет Так? А некоторые, которые входят в коалицию депутаты Не проголосовали за бюджет Эта дисфункциональность Вот этой коалиционной Или не до коалиционной конструкции Да? Она каждый год обрекает нас на то Чтобы вот бюджет принимался так, как он принимается Сергей, так вы добирали голоса? Ну все Мы давно уже не живемо в радянской системе Коли все по зову вождя Демократично А как делается в Европе? У нас было 274 голоса Это право каждого народного депутата Как бы он не был выбран Я мажоритарных самовисувал Сергей, я очень хорошо к вам отношусь Но все равно, вот посмотрите На многих голосованиях ваша коалиция не может набрать даже 226 голосов Вы хотите сказать, что бюджетный процесс настолько сконсолидировал людей Что они, во-первых, пришли и сказали До утра посидим ради Родины, нам себя не жалко, будем работать И во-вторых, еще и 278 голосов Мы, мажоритарщик, ну что, приоритеты там какие-то политики или нет? Сергей, ну вы же прекрасно понимаете, что самовисувал нельзя, но простимулировать можно Николай Скорик, почему ваши голоса не поддержали бюджет? Мы однозначно перед голосованием сказали, что с учетом того, что никакие наши поправки, никакие наши предложения не учитываются За бюджет в этом варианте мы голосовать не будем Мы четко объяснили свою позицию Мы считаем, что вариант с формальным повышением минимальной заработной платы до 3200 Он до большинства людей не дойдет Второй момент, это за бортом остается порядка 10 миллионов пенсионеров, которым не индексируют пенсии И третий момент, это непомерное увеличение расходов на карательный там всякий МВД, прокуратура и так далее, администрации президента аппарат Абсолютно неадекватные расходы, абсолютно нет реальных шагов, направленных на поддержку реального сектора экономики и реального роста ВВП Таким образом, этот бюджет, это бюджет стагнации, геноцида и абсолютно не бюджет Вы решили его не поддерживать Я, вот буквально несколько слов, я хотел сказать в отношении, вот очень увлеклись вопросом не качества того документа, который принимала Верховная Рада А вопросом, как бы, как он принимался Так вот, если с позиции, как он принимался, действительно, можно сказать, что формальные улучшения, это надо сказать представителю Кабмина, они есть Действительно, в сентябре подали, действительно, Сергей Прав, бюджетный комитет обсуждал, но кто мешал это сделать, действительно, даже если вы так хотели это сделать все во вторник Кто мешал это сделать, допустим, в четверг, у нас четверг был нормальный голосовательный день Зачем было это делать ночью? А делать это нужно было совершенно по одной причине, потому что голосов, действительно, в коалиции нету Потому что коалиция, и когда вы говорите 226, у нас коалиция, это не просто формальное, что есть сегодня 226 У нас коалиция, это конституционная норма, которая определяет легитимность правительства Открой секрет Открой секрет, почему это был вторник, а не четверг Потому что всю неделю Арсений Яценюк шантажировал БПП и говорил Если вы мне не дадите закона спецконфискации, я вам не дам голоса на бюджет И потом в результате Яценюка просто развели, обманули Слава Богу, хоть раз Арсений Петрович Если вы хотите кулуарщины, добавлю и я МВФ тоже МВФ еще один из аспектов, то есть из причин, почему нужно было принять бюджет МВФ уходит на рождественские каникулы, могли просто спешить отправить документ туда А я узнал, почему спецконфискацию Почему спецконфискацию я узнал? Еще очень простой ответ Потому что Яценюк на протяжении предыдущих двух лет вместе с Пышным украли облигации в Ощадном банке И теперь они хотят прикрыть эту оборудку в несколько сот миллионов гривен Подчеркиваю, я по этому поводу напишу депутатское обращение Раньше вы говорили об интересе фашистского в этом законопроект И теперь вы начнете Плюс несколько сот миллионов по ценным бумагам, которые находились в Ощадном банке Разбирайтесь, хорошо, Сергей, разбирайтесь в этой истории Андрей, ну теперь вам отвечать за политическую силу, которая в очередной раз подставила плечо коалиции в голосовании за бюджет Я целый год лидер вашей партии уже напоминает героики на комитете «Свадьба у малиновки» Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, поднять руки за бюджет Я внимательно слушал своих коллег, я внимательно слушал вас, господин ведущий, вас, господин Каплин Ответы на основной вопрос, почему радикальная партия проголосовала на бюджет, на табло Вот сейчас вот 275 голосов, там видно В радикальной партии 20 голосов, если простой арифметики 275 минус 20, 255, то есть более чем на 30 голосов Достаточно для того, чтобы коалиция, несуществующая коалиция проголосовала за этот бюджет Но радикальная партия проголосовала за него, почему? Если плохая погода и не хочется выходить на улицу, можно конечно сидеть дома и крутить дули и показывать Ну что ж ты там такую погоду нам даешь? А можно заработать А можно что-то сделать для того, чтобы действительно Правильно, правильно, для того, чтобы действительно показать, что все те требования, которые Учитесь, господин Каплин, все те требования, которые были сформированы нашей фракцией в январе 2016 года Наконец-то, под колоссальным давлением, каждого депутата радикальной партии были учтены И 15 пунктов, которые я принес для того, чтобы рассказать Нет, только не по пунктам Я очень коротко скажу Все интересующиеся зрители зайдут на сайт вашей партии и все посмотрим Одна пожарная машина, вторая пожарная машина, все не болеют А и когда будет пожар, Господин Каплин, что вы будете делать? Чем тушить? Бедрами или песком? Ляшков спасет меня с кедром воды Почему каждый год у вас сценарий не меняется? Вы до последнего момента рассказываете на всех телеэфирах о том, что это бюджет династреи Это искусство, это полиция Но возникает ощущение, что вы все-таки занимаетесь политически Я только что доказал, что 20 голосов радикальной партии не имели никакого отношения к этому бюджету Но мы, как последовательная политическая сила, четко показали, что вот наши 15 требования России нас не испугало, что в этот раз не были вот той золотой акцией? Абсолютно. Возможно, в следующий год Finance Абсолютно, но тем не менее, скажите мне, пожалуйста Учтены наши требования, учтены наши предложения Возможно, в последний раз они учтены, Андрей Наше требование, предложение почувствуют Каждый гражданин Украины Вы знаете? Вы не думаем? Вы не думаете? Вы не думаете, что они не относятся? Вы не понимаете, что они и некоторых странах В не надо, Traditional users, но в на nessах для вооруженных сил Андрей, давайте мы не будем желать Это то, что на самом деле мы сделали Я хочу услышать взгляд со стороны Да, Михаил, можно, если коротко я вас перебил? Я хочу сказать, что за голосование за бюджет несут ответственность всей партии, и кто за него брал участь, кто голосовал и за социально-экономические станции ее страны. И хочу сказать так же, как такую ответственность несет и радикальная партия, в том числе и по блоку, который голосовал за изменения за новый податковый кодекс. Відповедно, вы ждали им голосы под новый податковый кодекс, а за бюджет уже не голосовали. Но это равнозначно, потому что вы заставили жить в стране с новыми правилами и дали эти схемы. И законы про транспортное ценоотворение, это вы тоже проголосовали. И, конечно, 5 депутатов самопомощи, в том числе депутат из податкового комитета Острякова, который на комитете поддерживает эти изменения в податковом кодексе, все эти политические силы должны нести ответственность за социально-экономический стан страны страны, за то, что люди не получают пенсионеров индексации пенсии, за то, что студентов забрали, за то, что мало забрали детей. Спасибо, что вы меня напомнили. Спасибо. Я вам сейчас благодарен. Я хотел уже перейти к следующим темам, но пока у нас есть Оксана Маркарова, я ее допрошу по теме социальных стандартов. Оксана, пожалуйста, коротко, без законопроектов, без лекций по экономике. Давайте вот так, чтобы зритель понимал. Социальные стандарты в следующем году, есть ли надежда на увеличение пенсий, что будет со стипендиями и так далее, и так далее, и так далее. Что будет с выплатом инвалидам? Они будут увеличиваться? Чернобыльцам. Дивите. Можно я трошки все-таки... Механизм, есть ресурсы, есть на это? Дуже коротко, раз мы до бюджета все-таки перейшли, не только процедуры. Цей бюджет набагато краще. Мы увеличили майже на 50% зарплату вчителям, потому что ключевый пріоритет – освита. Студенти ничего не втратят. Мы запровадживаем новые механизмы для студентов. Мы повернули сумму стипендий. Просто мы разделили стипендии на социальные чётко и академические. И социальные стипендии будут администруваться Министерством социальной политики. Это правильно. Стипендию нужно заработать, а не получать автоматически. Друге. Мы заработали своего часа. Друге. Пріоритет – охорона здоровья. Мы увеличиваем на 30% зарплату лекарям. Мы на 2 млрд. Мы увеличиваем забезпеченность леками. Чи не вперше, большинство леков будет профинансована. И мы запровадживаем реимбурсацию. Это правильно. Третя. Наша безопасность полностью профинансована. Тобто, я хочу сказать, что не только процесс мы прошли правильно, а и продукт в конце, наш бюджет. Оксана, вы упустили пенсии. Извините, вы пенсии упустили. Мы не упустили пенсии. Я хочу сказать, что... Вы в ответе упустили их. Мы не упустили пенсии. Мы сделали целый ряд заходов. И дякую, что депутаты поддержали закон 51.30, который позволяет начать сбалансировать пенсийный фонд. Мы увеличиваем зарплату. Мы увеличиваем ее 3200. Это увеличивает надходление. И я думаю, что 2017 год станет годом, когда мы сможем действительно подойти до суттого реформирования и подвышение пенсии. Почему вы 5 миллиардов забрали малозабеспеченных детей? Мы не все можем... У малозабеспеченных детей отбирали деньги? А я хочу сказать, мы не забираем малозабеспеченных. Мы намагаемося сделать эту помощь более адресной. Наша проблема социального забеспечения такая, что мы даем очень мало и даем всем. И тогда те, кому это очень необходимо, получают мало. И им это не足ит. Есть еще одна категория, когда вы даете много и даете многим. Это субсидии. Денег на них точно хватит? И хватило ли в этом году? Мы за этой бюджетной катавасией забываем о выполнении бюджета 2016 года. Разом с теми изменами до 2016 года, которые, дякую, парламент поддерживал, нам абсолютно высыпят 7 на субсидии в этом году. И сумма закладена в наступном году. И ее тоже я достаю. Ее тоже будут пересматривать несколько раз, как в этом году? Увеличивали сколько? Два или три раза? Я сподеваюсь, что нет. И я сподеваюсь, что в наступном году то экономическое взросление, то 3%, которое мы закладываем, будет перевищено. И если мы и будем перекладывать бюджет, переглядать, то только потому, что... А если коротко, бюджет 2016, насколько он не выполнен? Ну, давайте еще ждем несколько дней, но мы уже видим сейчас, что можно говорить о выполнении бюджета 2016 года. Ну, дай Бог, про закон сейчас 2016 проверим. Мнение экспертов теперь, взгляд со стороны. Я все-таки к механизму принятия. Бюджет мы еще будем анализировать. У нас в январе будет информационное такое затишье, что мы с радостью его разберем до точки, до последней точки. Но пока вот для меня механизм его принятия, вся вот эта ночная кулуарщина, повторюсь, она говорит о качестве нашего украинского политического процесса. Александра Ильич Меделова, что вы можете сказать? Что пряталось за этим ночным голосованием? Что все-таки все политики пытаются не рассказать украинцам? Сначала, когда вы затронули тему золотой акции, ее сейчас просто нету. Есть серебряные, есть бронзовые. Такое количество оппозиционеров, что просто золотая акция, она подешевела. Вызовем это так. Вот где искусство, между прочим? Сумеет сделать так, что это называется провести размывание вот этих золотых акций. Золотой акций, кстати, хорошее наблюдение. Спасибо, Владимир. Вот, поэтому у радикалов все равно пришлось им голосовать, но уже не так это явно выглядит, как есть. Но давайте посмотрим другие механизмы. Я на нескольких передачах назад говорила, что эта Рада, она не самостоятельна. Что мы наблюдаем? Появилась информация, что приезжал президент для мобилизации БПП, что появлялся Арсений Петрович для того, чтобы мобилизировать народный фронт, что сами не понимают представители коалиции, что все-таки они в ответе и несут полноценную ответственность за принятие этого бюджета. То есть, получается, без внешнего фактора, без кнута не получается голосовать. Если все так вольны в своем выборе, то вы не набираете этих голосов. Тогда вы идете в волю народа, возрождение, к мажоритарчикам. И договаривайтесь, широко договаривайтесь, потому что, получается, вот этой вот консолидации нет. Когда мы говорим о том, что должна быть программа правительства, потому что это иммунитет правительства, пока есть программа и понятие приоритетов, никто не трогает Кабмин. Как только у нас появится состояние, когда закончится иммунитет, все вспомнят, что, оказывается, нам нужна программа. Она должна быть понятной. На несколько лет они ситуативно как-то обрисован контур. Этого нет. Какие у нас есть проблемы в этом бюджете? Этот бюджет, там есть, скажем так, дырки или есть опасности. Непроголосованная спецконфискация, ну дырка-то остается. Приватизация, которая была нереализована в 2016 году и ранее, и не факт, что она будет реализована в 2017. А на эти деньги рассчитывают как-то еще прожить. А на это чем восполнять? Опять, приватбан, который тоже станет хорошей дыркой в бюджете. За счет чего вот это все надо? Поэтому у нас будет несбалансированная социалка, у нас будут люди, которые будут недовольны. Пенсионер, у которого на 10% повысится, как он будет выживать? Кстати, хороший вопрос, извините, спасибо, спасибо, Александра. Хороший к вам, кстати, вопрос. Вы говорите, что бюджет выполняется в 2016 году. А как он выполняется, если действительно вот эти были финансовые бреши, та же приватизация денег, планируемых вам не принесла? И второй вопрос, Александра затронула вопрос Приватбанка. А эту финансовую дыру чем будем закрывать в следующем году? Значит, смотрите, питание номер один – приватизация. На жаль, да, это единственная статья, которая не выполнена, ну, суттельно. Фактически мы с 17 млрд. А спецконфискацию вы закладывали в 2016 год тоже? А дохід от Национального банка, вы ведь разрешивали? Звичайно, мы выполнили. Дохід от Национального банка в полной мере перерахованный, мы его отримали 38 млрд в этом году. Что до приватизации, мы замещаем приватизацию за позичениями. Это приоритет номер один для Кабинета Министров, над которым мы будем работать уже не только Фонд Держмайна и весь Кабмин. Потому что приватизация – это же насправді не только джерело дохода бюджета. Это создание эффективного властника на тех предприятиях, которые должны быть проданы. Это борьба с коррупцией. Поэтому это точно приоритет. Но нам удалось заместить большую часть недоотриманной приватизации за позичениями. И у нас еще есть залишки, которые также были накопичены, потому что по многим статьям есть перевиконание. Воно не так значное, как нам хотелось бы, но оно есть. Мы подсказываем рост экономики вообще за год 1,5%. Это суттєво. Это повернение до роста. И это повернение до роста стейкем. Уже зараз это будет четвертый квартал постельного взросления. Поэтому все выдатки будут профинансованы в полном. То снижение температуры на 1,5 градуса, это все равно означает, что он еще в пресмертном состоянии. У нас немає температуры 42. Но смотрите, давайте правду скажем людям. Все выдатки будут профинансованы в полном обсязе. Для чего мы лякаем... Николай, вы просили дать слово. Я всем дам слово. При концевых положениях бюджета, я, может быть, сейчас не точно процитирую, записана такая фраза, что Кабмин берет на себя обязательства в течение месячного срока с момента принятия вынести изменения в бюджет, которые должны повлечь за собой снижение долговой нагрузки на государственный бюджет. Как-то так. Если я ничего не... Это то, что мы должны надать стратегию управления державным боргом и снижение боргового навантажения в среднюю строковой перспективе. Смотрите, теперь несколько цифр. Значит, вот когда нынешняя власть пришла к власти, государственный долг составлял 564 миллиарда гривен. По итогам 2017 года он превысит 1 триллион 800 миллиардов гривен с учетом денег по Приватбанку. По Приватбанку очень интересный вопрос. Никто о нем не говорит. Как-то мы так перешли в бюджет. Значит, вот если я посмотрел на сайте, активы Приватбанка всего там превышают 270 миллиардов гривен. В прессе звучит информация о том, что из-за того, что дырка возникла в Приватбанке на сумму порядка 150 миллиардов гривен, то государство решило его национализировать. Это очень позитивный факт, об этом нам говорит президент, премьер-министр, как это хорошо. Теперь возникает вопрос. Национальный банк, который контролирует коммерческие банки в режиме реального времени ежедневно, неужели он не видел, и проводил за этот период проверки в Приватбанке, неужели он не видел, что там происходило? То есть вопроса два. Кто будет нести ответственность в Национальном банке, кто это допустил? И если это правда, то кто будет нести ответственность в Приватбанке? Захлопили в соседней Молдове, в соседней Молдове, из-за такой аналогичной ситуации, и сумма там была порядка миллиарда долларов, премьер сидит сейчас в тюрьме, получил реальный срок, там прошли досрочные президентские выборы, и у них был конституционный кризис, и они избрали президента на прямом голосовании, и у них совершенно меняется формат страны. У нас утрали 5 миллиардов долларов, и никто ничего не говорит. И все говорят о том, как у нас будет прекрасно, как у нас будет замечательно. Если бы Приват пошел... У нас, я вот напомню и заместителю министра, и всем присутствующим телезрителям, у нас, согласно закону о Национальном банке, есть двухуровневая банковская система, есть Национальный банк, есть все остальные коммерческие банки, они должны быть в равных условиях, вне зависимости от того, они с частным капиталом, или они государственные. Верховная Рада принимает решение о том, что вкладчикам Привата гарантируется все, что они туда положили, потому что такая сложилась ситуация, а все остальные, они, наверное, у них другой цвет волосы. Михаил, вот вы, например, верите, что это будет рассветование? Маю великий сумнів, потому что до сегодняшнего дня сколько раз мы не поднимали питание с коллегами про створение ТСК в отношении деятельности Национального банка, и главы Национального банка в Гонтареве, никак это ТСК не сформулирует и не хочет это делать. Я собрал подписи, мы подали постанову, ее приняли, но номер не присвоили, а потом мне вернулись с объяснением, что в 2015 году есть решение регламентного комитета, если нет всех представителей, тогда мы в ТСК не имеем права регистрировать. Хотя я теперь принимаю нарушение нормы закону про регламент 85 статей. Поэтому я это не верю. Но я только закончу, если вашу руководство, я только коротко, я хочу сказать, что реально дырка в бюджете в этом закладена астрономично, про это никто не говорит. Вы только скажите, что 50 миллиардов наперед зібрали уже податки, и это не выплаченных, до речи, податки за поварение ПДВ. Вже 50 миллиардов. 120 миллиардов на обслуговывание государственного бурга закладено в бюджете. Это же 17 миллиардов по приватизации. 10 миллиардов так званої спецконфіскації, в котором в році только вы взбрали 148 тысяч гривен, а закладаете 10 миллиардов. Понимаете, что этот бюджет не реалистичный, этот бюджет будет тянуть за собой инфляцию. Вы только хотите покриваться за рахунок другого эмиссии гривни, и тех, что 8%, что вы заклали, это реально неправда и брехня. Украинцы втратят набагато больше. А пенсионерам, наголошу, подняли, вдумайтесь, на 50 гривен пенсию не на 10%, это будет на 2% 50 гривен, а не 10%, поэтому не нужно брехать, а нормально порахуйте спосредоточение. Спасибо. Оксана, вы можете ответить Михаилу, но прежде скажите по поводу приватбанка. В Кабмине вообще задумывается, каким образом, куда исчезли эти деньги и должен ли кто-то эти деньги вернуть? Я говорю о тексте 148 миллиардах. Смотрите, можно я деколька ремарок тут був про державный борг? Треба тоже говорити правду. Не можно порівнювати державный борг сейчас с тем боргом, про который сказали 14-го года. Потому что так, державный борг был немного ниже, а у нас был нафтогаз, который был с величезной дюрою. И на самом деле дефицит публичного сектора финансов был почти 10%. А мы его сейчас снизили. У нас на 2017 год 3% будет дефицит. И у нас нафтогаз уже прибитковый. Поэтому мы не сбільшили борг. Мы просто его честно начали показывать. Это первое. Другое, что касается вопроса, которое было по Приватбанку. Кабинет министров только вчера стал властником после национализации этого банка. Я хочу сказать, что самое главное, что нужно знать людям про Приватбанк, это то, что их деньги в Приватбанке в полной безопасности. А 84 и то, что мы говорили про все государственные банки, у нас гарантия 100% вкладов была в Ощадбанку до этого. И я думаю, что все знают, что вклады в Ощадбанку, в Приватбанку, в Эксимбанку, в Укргазбанку, в всех государственных банках, они есть обеспеченными государствами. Не важно от того, гарантируем 100% или не 100%. Мы говорим, что сейчас появляется больший перерасходник и его занимается Вундарева. В ней 84 банки в Лукове. фонд гарантия вкладов зараз майже 700 млрд. Это фактически додатковый 440 было еще плюс фонд 440 было и еще плюс Приватбанку это 200 млрд. Вот Майдер. Я бы хотел, чтобы мы правильно понимали ситуацию с Приватбанком. То, что сейчас вечердушно намагается там зберегти для вкладников, это величезный плюс. Но мы принимаем бюджет, вы принимаете бюджет, я не голосовал за него, уже понимая эту проблему. А уряд выделяет, если не помнишь, 16 млрд. Это из каких денег пошло? То, что сейчас пошло на стабилизацию? Или национальный банк? Додатково 16 млрд. Далее, дали, отримается информация про то, что, безусловно, все все переживают, снимают, до 2 млрд. на день. На день, думайте. Далее, что дня, мы сейчас этот процесс будет происходить. И это понятно. То есть, где в бюджете показаны деньги, которые властно покрывают эту огромную проблему? То есть, мы не имеем 2-3 млрд. Мы имеем примерно 150 млрд. Так как я правильно понимаю, из того всего, что сейчас официально сообщается. Это есть проблема. И куди сейчас заклали 16 млрд, которые пошли первым траншом в этот? Сколько они взялись? Из каких статей с кого я остановлю эти приватовские гадания, если честно, потому что ответ мы сейчас не найдем. Как будет развиваться ситуация, мы, сожалению, будем наблюдать. И хочется сейчас только верить, что наблюдать мы будем с интересом, а не с ужасом. Это единственный, забрали сейчас. Мы уже сказали, что все будет хорошо. Головное, что надо понимать, и в бюджете минулого года, и в бюджете этого года закладается возможность по надобности выпускать облигации внешней позики для втручения государства в такой ситуации. Если мы их не монетизируем, это не деньги. И я вам хочу сказать, ситуация стабильная в Приватбанке. Люди не снимают деньги. Они абсолютно нормально используются высококачественным сервисом. И если люди не снимают деньги, то они не снимают. Ну, какие черги? Где вы видели? Не Приватбанком, хотя, конечно, это знаковые события этой недели. Алена Шкрум, затем вы Владимир. Кроме обещания громкого, но пока еще не поднятого, я не скажу, что оно не подъемное, но пока еще не поднятое, обещание зарплаты в 3200, да и победы Джамалы на Евровидении. Что еще вы видите, можете отнести к успехам Украины в этом году? Я бы хотела завершить про бюджет, но я ответил вам можно, вы выступали меньше всех, но коротко, пожалуйста. Это не только бюджетный процесс, это вообще как сейчас формует государственную политику Влада. Бюджет был неизбалансованный, про это уже сказали. Я в этой студии тричьи говорила, помните, про местные бюджеты, что они передали функции финансировать что-то из местных бюджетов, там, обеспечения, медицины, а все еще, а деньги не дали. И это, надзвичайно, люди это відчуют сильно, уже буквально сичня, с лютого, на жаль. Надзвичайно антисоциальный бюджет, мы про это говорили, и пенсии тут не наименше, насправді зло, там 55 законов різноманітных были, которые были уменьшены в социальном напрямке. И проблема в том, что этот бюджет неизбалансованный, не дофинансованный, не нормальный, и, конечно, не собирали голосоваться голосов на него. Народный фронт не хотел голосовать из своих причин зі спецконфискации, не хотели голосовать все другие. И замість того, коллега, и замість того, замість того, чтобы спілкуваться, чтобы улучшить нормы, чтобы дофинансовывать фонд регионального развития, мистевые бюджеты и другие, простейше было сменить саму эту податковую базу и дать вреднению, волю народу и регионалам, и народному фронту эти податковые изменения, которые абсолютно лубийскими. Причем, это же было голосовано в бюджетную ночь. Не просто так. Сфальсификованный был документ. Чому я про него говорю? Чому это важно? И, насправдя, это не гирже, потому что коалиции нет. И, вместо того, чтобы находить какой-то компромисс, набагато простейше отдать 2% на видобуток нафти, это очень мало, понизить на лотерею, это надзвичайно пробудковый бизнес, при этом оподатковавши пенсионеров працюющих. Ну, и отдать 600 миллионов приблизительно на пожежные машины, насправдя, радикалы обходятся на дешевше нашей стране с точки зрения, что они очень дешево поделятся. И это, насправдя, это, что делает эта влада. Готова на фальсификации, на злочины, на коррупцию, на лоббизм, лишь бы не робить нормальный сбалансованный бюджет. На жаль. На мой вопрос об успехах реформ и о достижениях Украины в этом году вы даже можете не отвечать, вы уже сказали даже больше. Владимир Фисенко, а вы что отнесли бы к перемогам Украины в этом году? На самом деле, я думаю, что главное в этом году то, что страна постепенно начинает выходить из кризиса. Два года экономика падала, падали социальные стандарты. Мы оказались в глубочайшем социально-экономическом кризисе. Сейчас мы начинаем выходить. Пусть медленно, я даже иногда в шутку говорю, выползаем, а не выходим. Но это уже позитивная тенденция. Не два, а три. Три года. Ничего, сейчас полтора процента, в следующем году три процента. Не два, а три года уже. А, ну, включая последний год пребывания бывшей вашей партии при власти. Да, это тоже. И, кстати, проблемы бюджетного процесса, обратите внимание, были и при партии регионов. Да, и то, что сейчас, вот, кстати говоря, сами депутаты, включая оппозиционных депутатов из разных фракций, говорят, что в этот раз правительство своевременно подало бюджет, бюджет более сбалансированный, это тоже позитивная тенденция. От 3-200. Поэтому, совершенно верно, да, повышение минимальной заработной платы, активизация дорожного строительства. Поэтому я думаю, что пусть небольшие, но позитивные тенденции, тенденции выздоравливания, они есть. И теперь о коалиции. Я бы согласен с Вадимом о том, что, да, это оптимальный, идеальный вариант, когда коалиция голосует своими голосами. Но, кнуты, если в британском парламенте собирают депутатов, чтобы голосовали, президент Янукович приезжал в парламент тоже, своих же депутатов из партии регионов мобилизовывает. Это к слову. Да, вот эти все болячки, которые есть в нашем парламенте, они традиционны, к сожалению. От них надо избавляться. Последний момент, который я хочу прокомментировать, почему ночью? На мой взгляд, это тоже, знаете, такая... Так, слушайте, ночь. В 5 утра это существенно. Слушайте, это точно такая же дурная привычка, как вот, допустим, студент, который в последнюю ночь перед экзаменом все пытается быстро выучить и пойти на экзамен. Здесь что-то похожее, но есть и тактика. Вот мое ощущение, это тактика. нежная и воздушная, как вы говорите. Это тактика. Это тактика. Ночью работает психологический стимул. Быстрее проголосовать. Усталость депутатов, додавить их таким образом, так больше шансов спать хотят получить результат. Понимают меньше. Сергей обещал. 30 секунд. Рон Александр, вы все душе сейчас, извините. Самое важное в этом году, это мы начали модернизацию социальных стандартов. 3200, это реальный, реальный, очень серьезный шаг. И я уверен, за ним последует и повышение пенсии. Но, хочу сказать очень необычную вещь. Это не бюджет Гройсмана. Пока еще не бюджет. Вы будете удивлены, но это бюджет вот как раз Оксаны Маркаровой. Потому что вы его свели. И это вам не делает чести. Подождите. Потому что вы его свели с предыдущего. А новый премьер-министр Украины должен иметь абсолютное большинство в парламенте свое личное. И он должен. И он должен. Я закончил. И он должен внести туда проект бюджета с 800 миллиардами, а с триллионом 500. И перетряхивать, как говорил Лукашенко, этот парламент, пока он не проволосует. 20 секунд из-за Сергея. Я хотел просто, тут все были в парламенте, и они забыли очень важную вещь, которая осталась в этом году. А я хотел напомнить. Первое. Суттельно подвищена зарплата воинственным. И второе. У нас на фронте нет призывников, а только контрактовые воины. Это означает, что все люди, которые тут в зале, они могут не быть на фронте. Это две важные вещи, про которые мы все не забываем. Многие матери могут спать спокойно, это тоже очень важно. Наши зрители, пока слушали ваше выступление, голосовали на сайте подробностью и задали моим простой вопрос. 2016-й стал для них годом зрад или годом перемог. Это популярный мем сейчас в интернете, в соцсетях. 30% считают, что перемог, 69-70% все-таки считают, что зрад было больше. К чему приведут эти зрады? Что вы, в частности, вы наделали в 2016-м такого, что может повлиять на 2017-й? Как много дел вы, народные депутаты, и вы, представители Кабинета Министров, просто положили в длинный ящик этого года? И будет ли народ это все так долго ждать? Алена вот уже подводила нас к тому, что народ может и не терпеть даже то, что было написано в этом бюджете, который вы приняли на этой неделе. Чем все может обернуться в 2017-м? И досидят ли присутствующие даже в этом зале в следующем парламенте хотя бы до лета? Обо всем этом поговорим в следующей части. Перерыв будет коротким. Как всегда, вы дождетесь, я знаю. Это «Черное зеркало». Мы продолжаем последний выпуск в этом уходящем 2016-м году. Собственно, о 2016-м мы говорили в первой части выпуска. Вывод какой? Пропетляли. Дожили до конца года. Впереди 2017-й. А пропетляем ли в нем? Начну этот час с экспертов. Ну, вот, например, Александра Решмедила. Скажите, вы допускаете вообще возможность того, что украинским политикам и в 2017-м году удастся делать все то, что они делали в 2016-м, не нести за это наказание? Я приведу последние цифры. Свежий опрос показывает больше 80 граждан недовольны работой всех представителей власти и исполнительной, и законодательной. Что в 2017-м их может ждать? Знаете, мерить категориями доволен-недоволен, верю-неверю, но это людям понятно. На самом деле должно быть понятие доверия. Это так, той категории, которую можно измерять, можете быть недовольны, но доверять власти. Доверие ко всем государственным институциям крайне низкое, независимо от того, какие они представляют. Вообще веры в государство, как в институт, все меньше и меньше. Вот это очень тревожный маркер, если с ним не будут бороться. Действительно, чаще начнутся разговоры о том, что перевыбор единственный возможный сценарий как-то выхода, понижения градуса. Нужен какой-то предохранитель. На чайнике должен быть свисток. Свисток на самом деле свистит уже давно. Вопрос в другом, насколько эта власть, независимо от того, о каких институциях мы сейчас говорим, адекватно воспринимает реальность. Если она вакуумируется, если она закрывается, если у нее появляется некий такой аутизм, знаете, когда она не видит внешних факторов, вот тогда начинаются совершенно другие процессы. Она живет в своем микромире, а люди живут в своем. Мне хотелось бы верить в то, что все-таки 17-й год позволит все-таки наладить коммуникацию. Когда говорили о том, что все-таки нужен здоровый диалог, а не кулуарные какие-то договоренности, о том, что должна реагировать власть адекватно на критику, на альтернативное мнение, она должна все-таки позволять себя контролировать. Это то, что должно быть в демократическом обществе. Мне хотелось бы в 17-м году увидеть все равно закон об оппозиции, который позволил бы урегулировать все равно деятельность, потому что у нас же сейчас очень в тренде быть оппозиция, оппозиционеров много, но они все равно как бы у них очень мало рычагов влияния, давления и контроля действующей власти. Это надо все равно ввести в какое-то законодательное поле и обязательно это проголосовать. Хотелось бы верить в то, что у нас будет все-таки реализована судебная реформа, в том, что все-таки у нас будет налоговая реформа и эти вещи, без которых дальше двигаться нельзя. Если это все будет так же двигаться, то там не то, что 80% будут недовольны, они потеряют окончательно доверие к этой власти. Давайте уверен, что это будет порция критики от Тараса Костанчука. Послушаем его. Тарас, как вы считаете, вот Александр говорит о свистке, который уже давно свистит. Как долго он еще может свистеть, когда вырвется пар, возможно, да? Ну и вообще, вы верите, что политикам при таком уровне недоверия, который есть сейчас, удастся в 2017 проходить между каплями, да, как говорил у вас известный политик? Я думаю, что давно уже и свисток уже не свистит, уже все взорвало, цей чайник уже там ледь стоит на плите, все, что можно было, уже взорвало, потому что недовира до влады тотальна, там 80% или 90%, оно же не имеет никакой разницы, уже не грает. Если при владе остаются люди безкарны, те, что продолжают брехать цинительно, перекручивать цинительно, все, что угодно, но они не делают ничего для народа, для людей. Они взяли себе фишку, мы увеличили там зарплату, мы увеличили там вдвече, 3200, и все. И вот они годуют, годуют, пробуют нагодувати людей, а люди не вірят. Им приходят платежки, они знают, сколько им нужно будет заплатить. Мама знает, что она за свою пенсию, моя мама, не справляются с этими платежками, если у меня что-то трапится, она не выживет и никого не цікавить загалом, что там будет, мабуть, сбільшена зарплата вдвече. Все говорят, мы же не будем краще от этого жить. Они собі сбільшуют зарплату, они разкрали миллиарды, они задекларировали сотни миллионов. Никто тотально не несет ни за что ответственности. Третий рік войны. За минулий рік загинуло, сколько у нас бойцов? Кто скажет? В 2016 году ничего позитивного в Украине не произошло. Мы не повернули территории, мы ничего не сделали, чтобы выиграть эту войну, и у нас загинуло близко півтисячі бойцов. Чтобы было зрозуміло, тут кто-то пробует сказать про какие-то позитивы в 2016 году. В 2017 году я вам гарантую, будет кинуть цієї влади. Жодное замилювание очей або ничего не даст. Нам уже все это набридло. И еще двух экспертов. Вадим, Владимир, я вас тоже попрошу в общем оценить, знаете, как средняя температура по палате. Насколько взрывоопасна ситуация на сегодня? А затем уже будем по пунктам разбираться, что можно сделать, чтобы снизить этот градус. Нет, ну, ситуация всегда взрывоопасна. Вопрос в том, у кого спички есть, или какой-то детонатор, взрыватель и прочее. Потому что тут не все так просто. Знаете, в чем главная проблема сейчас мне кажется у нас. Так, смотрите, скажу так, вот когда была власть Януковича, так, мы знали цену этой власти. Но мы знали и то, что оппозиция лучше, что есть резерв, что есть альтернатива, есть другие люди, есть то, что политологи называют контрэлитой. А вот сейчас, когда что-то случится... А сейчас недоверие распространяется на всех? Контрэлитию не верят. Никому не верят. Совершенно верно. А вот сейчас, давайте так, мы тут все свои, давайте, ну, говорить об этом прямо. А вот сейчас, есть лучшие или нет, где они? Вот нынешний власть, власть или вся политическая элита, если уйдет, кто придет им на смену? Понимаете, молодые, быстренько, тоже, извините, скурились. Так, в парламенте, мы видим по некоторым, так, вроде, какие надежды были на них, так. Где партии Майдана, которые выступили с реформаторской повесткой, которые бы сказали, наша программа, это реформы, не полуреформы, не недореформы, а реформы, могли бы взять на себя ответственность за управление. Вот это главная проблема в том, что нет контрэлиты, нет альтернативы. альтернативы. Есть оппозиции, есть оппозиционность, причем многие, да, и есть серьезные люди, критики власти и так далее. Но вот нету, вот чего там, нового и свежего, которое могло бы не просто перезагрузить власть, а выработать новую качественную политику. Понятно, Владимир Ваше мнение. Это как раз сейчас, буквально, это как раз, знаете что, плохо. Почему плохо? Потому что с одной стороны, власти нет конкурентов, но с другой стороны, жизнь, они улучшаются, у людей накапливается вот эта энергия, так, недовольство. Поэтому могут быть слепые, локальные бунты. А ведь это плохо, когда люди вслепую идут на протест, так. Плохо, когда политики должны этот протест перерабатывать, в рациональные, конструктивные формы, выдвигать программу, оформлять это все, в мирный, цивилизованный протест. Поэтому мы, знаете как, вот как повесили долги привата на общество, так и мы проблемы 16-го года, и долги 16-го года, повесили на 17-й год. И вот надо будет с этим разбираться, Сейчас об этих проблемах и поговорим, Владимир Ваше мнение. Что касается взрыва, у нас дважды взрывало, я имею ввиду два Майдана, тогда, когда ситуация не выглядела взрывоопасной, когда уровень протестных настроений был не самый высокий. И вот действительно, что тогда срабатывало? Недовольство властью, как и сейчас, но при этом была позитивная альтернатива. Да, было доверие оппозиции тогда на уровне около 50%, а сейчас ни один политик не имеет уровня доверия даже 30%, ни один политический лидер, ни одна политическая сила не имеет рейтинг даже в 20%. Все размазано вот по, там, в лучшем случае, там около 10, 10 плюс в процентах. Да, и вот это главная, может быть, проблема, которая, кстати, объясняет, почему не взрывается. Тотальное недоверие всем. Что касается недоверия, на самом деле, тут нет ничего нового. Одна из наших национальных особенностей в том, что даже социологи так говорят... Сначала очаровываться, а затем разочаровываться? Нет, это тоже, да, качели эмоциональные. Мы сначала очаровываемся, а потом разочаровываемся. У всех президентов, без исключения, уже в первый год, после президента, после победы, на президентских выборах рейтинг падал в два раза. У всех. Но, недоверие институтам. Вот, украинцы никому не доверяют. Социологи говорят, давно, еще до нынешней власти и до Януковича, украинцы недоверчивые нации. Это проблема, между прочим. Но, так или иначе, фактор недоверия, это вызов власти. Поэтому, в будущем году, власти надо будет на это реагировать. И последний тезис. На самом деле, на мой взгляд, главная проблема и риск будет не столько внутри страны. Действительно, тут ситуация очень сложная. Взрывоопасная, рисков масса. Я согласен с Вадимом, могут быть вот такие, локальные взрывы. Да, но, внешняя ситуация будет гораздо хуже. Более хаотичная, более сумбурная. И риски могут приходить извне. Вот в этом опасность. Я сейчас хочу перейти, все-таки, к народным депутатам, к нашим. Я, не сторонник мистики. Но, вам ничего не напоминают все вот эти вот речи о хаотичной ситуации, о голодных бунтах, которые могут хаотично возникать в разных регионах Украины. О том, что, грубо говоря, ну уже подтолкну еще грубее, когда верхи не могут, низы не хотят. 17-й год. Многие пугают столетием 1917 года, революции. Не многие один. Ну, не только вы. Не только вы. Я из вас уже вот. В 14-м году, я вам хочу сказать, тоже очень много было параллелей исторических, если честно. И тогда их отслеживали, знаете, более скрупулезно, потом они их постарались забыть. Ну, было и было, нам показалось. 17-й год. Станет ли он, не станет ли он для Украины по какой-то такой черной и плохой традиции, тоже, ну не приведи Господи, ну не кровавым, но переворотным, скажем так. Можно маленькую реманку. Можно. Александр, если в тему, то можно. Маленькую реманку, очень важно не те, кто разъединяет, а кто разъединяет общество, а кто может его примирить и к кому есть доверие, когда я поднимал. Так вот, последние исследования показывают, что доверие есть. К армии, к волонтерам и к представителям церкви. Это те, кто как-то еще могут сбалансировать и успокоить. Александра, к церкви абстрактное доверие. У нас есть три православных церкви, есть греко-католики, да, поэтому... Это вообще абстрактное доверие. Кому вы доверяете? Ну, это те, кто могут хоть как-то уравновесить немного и успокоить. Ведь повысить градус, да, недовольствие, это очень легко, он и так достаточно... Александра, ну, здесь я от себя замечу, что уравновешивать и успокаивать можно, когда нарух хотя бы более-менее сыт. А вот что будет в 2017, ну, знаете, тоже еще вопрос. Сергей, к вам вопрос. Соалиция. На сегодняшний день, ну, грубо говоря, вы власть, у вас в руках власть, и кабмин вами делегирован. Вы понимаете, что, в общем-то, в принципе, вот эти все настроения лежат, в первую очередь, на ваших плечах. Что вы их авторы, вы их сгенерировали. Тем, что, например, не приняли очень много законопроектов, которые обещали. Не провели, не то, что, а в некоторых случаях даже не начали реформы, которые должны были бы улучшить качество жизни украинцев. Субтитры, дорогие коллеги, кроме того, что я народный депутат и член бюджетного комитета, я еще и кандидат исторических новок. Хотел бы вас запевнити, что 17-й год был важливым, сложным и взрывоопасным, но для совсем другого страны, для Российской империи. 100 лет это, хай им были, хай россиянам были. Я бы был бы за, чтобы они взорвались и взорвались та империи. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, а можно? Я бы с вами 100 лет национальной революции, между прочим. 100 лет лет в том, Украинская народная республика стала, Украина отримала другий США стать государством, но, на жаль, ее не отримал. Что нам нужно сделать, чтобы ее отримать? Для меня, особо, две вопросы. Первое. Это безопасность, нам нужно выстоять. Нам кровь с носа нужно выстоять. Попро бунти, попро незадоволивания людей, которые, очевидно, есть и будет, пока не покращится жительство людей. Это понимают. Для меня, вопрос номер один, это уряд, коалиция, и все, кто болит за государством, должны вырежать долю людей по хиллу веку. Нам нужно закрыть проблему пенсионного дырки в пенсионном фонде, сохранить стабильность сегодняшнего дня, и начать шукать позитивы в нашей, не только в вашей истории сегодняшнего дня, они есть. Мы не можем в конце года говорить только про негативы. Сергей, позвольте, позвольте мне кое-что добавить к сказанному вами. Закрыть дырку в пенсионном фонде, залатать многие дыры в бюджете, которые мы обсуждали в первой части программы, и сейчас мы к нему не возвращаемся. Вам помогли бы, например, законы, многие из тех решений, которые вы и так и не приняли. Игорный бизнес, вот первый пример, у нас по-прежнему кормит кого в этой стране? Только силовиков. Будем откровенны. Добыча янтаря. Закон есть? Закона, извините, нет. Закон обещали? Закона нет. Я говорю, закон есть, закон нет. Его обещали? Обещали. Эти деньги могли пополнить бюджет и пенсионные жилии залатать. Это семейная реформа. Вы приватизацию даже ко мне проводите. Почему эти решения были отклонены? Мы на главной моратории на вывес кругляку. Сегодня, в конце року, про это почти никто не говорит. Все говорили про возможность его скасывания, только Ленивый про это не говорил. А про то, что мы достигли и я за это тоже голосовал. Но лес-то при этом все равно пилят и вывозят. И браконьеров никто не остановил. Руководство нацполиции раз в шесть отчитывалось о том, что янтарная мафия в Украине побеждена. Как мы либо топорами, так и мы до сих пор. Мы на податковом комитете розглядали ци поправки. До речи, и я пропонував, когда пришли вопросы, что они уменьшили податкование на лотерейный бизнес, вы знаете, сколько заплатили лотерей в государственном бюджете? 90 миллионов. А подрахунки, всего-навсего 90 миллионов, а подрахунки, которые они зарабатывают, согласно экспертов, это миллиарды. 10 миллиардов. 10. Это и спецконфискация. Я говорю, есть мой закон, друзья, давайте вернуть контроль другого лотерей в государстве. Хай это занимается Министерство финансов, хай на полиграф Украина. Вот, кожна лотерея там має друкуватися. Знаете, як сьогодні це піднімається питання, що вони друкуються виключно в Москві переважно, є такі три компанії, які там друкують, і ми не контролюємо тиражі. Ті тиражі сюда завозять, упоказують один, а вони десятками їх завозять, і податки тому не платять, їх 10 миллиардів просто випаровуються. А ті гроші могли піти до бюджету, щоб підняти пенсії, підняти стипендії, і вони від дороги але вони зарубали, там була паніка, всі позбігалися, навіть Третьяков прибіг, спереляк, руки трусилися, коли піти в цей патані. А конкретно комусь йдуть, бо це були заголоси Народного фронту, це конкретно було гроші. Я не буду розтекатися, як мої товариші по древу, скажу, одну конкретну річ, яку нам потрібно зробити, з чого почнеться ця країна. Вона ще не зробилась, вона ще по-настоящому не почалась. То, що ми там приймаємо бюджет на основі пенсії 1000-1500 гривень, значить тільки одно, що ми за счет пенсіонерів сьогодні содержимо це государство. А нам необхідно зробити тільки одну вещь. І государство почнеться побігати в цій країні олігархію і політичну коробку. І раз уже 17-й год, і раз уже 17-й год, я буду все делать. Я косьми лягу, щоб состоялись перевыбори. І в парламенті появилась первая левая партия. Сергій, не переставайте об'язательно об цьому поговорити. Щоб ми олігархів запретили на уровні Конституції. Следующий, Николай. Да, Николай, приготовьтесь. Сейчас Алена Шкрум. Вот Сергій говорит о боротьбі з корупцією. Первое, що треба в этом делать, перві шаги по боротьбі з нею, по-моєму, называти конкретні имена. Ми тільки що хотіли це зробити, як мені показалось. Я просто хотіла сказати, що якраз лотерея це була в тому числі плата за голоси Народного фронту. Тому що ці гроші йдуть в МВС, йдуть в Авакову, і він би не проголосував без цього. Тобто конкретні прізвища мають конкретні корупційні потоки, і чому люди живуть погано. Це не абстрактна корупція, це дуже конкретні прізвища. Кого кормить янтарь? Кого кормить нелегальні добычі янтаря? Кого кормить ігорний бізнес? Звучайно, від теж самих МВС, І платять зарплату народним депутатам Народного фронту. Я це від них слышав. Чому? Дивіться. Проституцію собирають по всій країні і платять зарплату чиновникам, які дилегіровану власть Народного фронту. Це мафія. І він має вичищати, децентивизувати країну від Авакова, Народного фронту і Яценюка. Так, що вони зробили? Сергій, я вважаю прощати. Я вважаю, що вони зробили? Я просто ви зроблю зараз вигоняйте мене вже. Сергій, ви вступаєш з ціну. Уживання таки не вважаю. Так, вот, Алёна, це дуже важливо. Знаєте, що вони зробили? Нова стратегія. Також вважаюся, що я раніше був, ну скажемо так, у мене є нікій знакомій в окружінні Яценюка. Так, вот, що вони придумали. Вони зараз, зараз, шпіон, понимая, що Авакову вже все, почали б большу кампанію по відбеливанню Яценюка і Турчинова. Готовіць к новим виборам і новому проєкту. Вот вам, не вийде. Ми все зробимо для того, щоб вас посадити в тюрму. Ви будете там сидіти. Алёна, ви все продовжуєте. Уже в следующий годин. Дякую. Ви знаєте, дякую, дякую. Що мене зробило головне, ми дійсно не порушили ці правила гри, ми не відбудували нормально державні інституції. І це теж не якась аморфна така штука, бо це все починається дуже просто. От казали про довіру. В Україні довіра до інститутів влади, ну, над низька. Довіра, ви сказали, до церкви, це правда, і до добровольців. Оце найбільші зараз два таких джерела, до яких люди довіряють. В Румунії та ж сама була історія 3-4 роки назад. Зараз ви знаєте, до кого найбільша довіра в Румунії? До НАЗК. НАЗК зрівнялася з рівнем довіри до релігії, до церкви. Чому? Тому що за рік один незалежний орган, так створений руминський НАЗК, посадив колишнього прем'єр-міністра, брата колишнього президента, чотирьох міністрів транспорту, в тому числі, який був там однією з найбагатших людей, декількох депутатів, мера Бухаресту і всіх інших. Ну, це аналог НАЗК НАБУ, насправді. Тому що він вів слідку, в тому числі. Тому дивіться, коли вам говорять, що всі однакові, нічого змінити не можна, немає альтернативи, немає політичних еліт, не вірте, дійсно, треба перевибори, і тут я погоджуюсь, я не часто погоджуюсь Сергієм Каплєвним, тут я погоджуюсь. І треба робити конкретні речі, треба робити конкретні державні інституції, і треба мати політичну долю. Все. За один рік при бажанні можна змінити повністю політичну систему України, створивши один незалежний інститут, який буде змушений вести ці розслідування, і фактично буде мати підслідство. Ось і все. Але пан Порошенко цього не хоче, тобі він пов'язаний з усіма цими олігархічними групами, бо на нього є компромат у кожного олігарха, у пана Онищенка, у пана Коломойського, у всіх інших. Тому він домовляється, він збагачується, і на цьому все закінчується. Вибачте. Николай, я обіцяв вам, що... Знаєте, ось кілька слов о деталях. Ось, допустим, мораторій на вивоз леса Кругляка, він був прийняти тільки благодаря голосам оппозиційного блока. Даймо! А ви, посмотрите, у вас без наших голосів не було 226. А що ви говорите? Ваши вущеи без вас коаліція не може прийняти рішення. У вас б не було 226 голосів. Посмотрите результаты голосований. Я не так, це все законно. Я його посадал. Посмотрите результаты голосований. А вот оно шо! Посмотрите результаты голосований. У вас без нас не хватало бы голосов. Это вам про улыбки. Я же вам могу показати. Я не можу про на честную реакцію. Мне не хочеться никого защищати. Вот такое хаусство и жлоб. Три минуты назад, и все кричали, что этот законопроект очень важен, очень нужен. Что я живу родил без вас, я как-то жилю его не поддержал. Вы страну, давайте тогда, как вы делаете. Почему сразу вы начнете, что нам на себя одеяло? Одну секундочку, раз пошел такой разговор, поговорим немножко иначе. Тогда, если, как говорилось, про три года, что было три года назад, три года назад у нас пенсия у пенсионеров была 120 долларов, а зарплаты были 350-400 долларов. Теперь давайте немножко о другом поговорим. Одну секундочку. Одну секундочку. Говорится в Минсикране. Одну секундочку. Одну секундочку. Когда говорят, когда новая власть говорит о том... Николай, давайте все-таки в будущее. Потому что все начинают проведать исторические параллели. Вы знаете, что было 5-6 лет назад. Ожидание 2017. Ожидание 2017. Вы к перевыборам уже готовитесь? Можно ответить? Уже два года готовиться, а их все нет. Есть две составляющие, главные составляющие. Первое, это то, что люди смотрят на эфирах, когда представители власти и руководители страны рассказывают им, как все хорошо, а видят совершенно другие вещи, когда у них совершенно не совпадают их доходы, даже с оплатой коммунальных платежей, не говоря обо всем остальном. Это первая часть вопроса. Второе, это то, чего ждет вся страна, то, чего ждет каждый гражданин Украины, и то, чего ждет от нас весь цивилизованный мир, там нормандские формации, Соединенные Штаты Америки, это реализации минских соглашений. Кто бы что ни говорил, но украинская сторона, украинский парламент, у нас парламентское президентское государство, не сделал тех шагов, которые нам нужны для того, чтобы с нашей стороны пошел минский процесс. Это два ключевых вопроса, это бедность населения, нищета населения. Сережа, я тебя не прерывал, пожалуйста. И второй вопрос, это вопрос реализации минских соглашений. То, чего от нас ждет, еще раз повторюсь, весь цивилизованный мир и граждане Украины. Я приведу вам, вот когда вы говорите там об элитах, о том, кому относиться и так далее, я приведу вам цитату из резолюции ПАСЭ, которую украинская сторона, украинские руководители государства так гордятся, которую на последней сессии приняла парламентская ассаблея Совета Европы. Там четко говорится о необходимости прекращения в Украине давления на оппозицию и независимые СМИ. И, кстати, говорится о вопросе, в контексте именно давления на телеканал Интер и другие СМИ. Говорится о необходимости организации, и четко подчеркивается, что его нету, нормального гражданского диалога между всеми политическими группами, национальными группами и социальными группами, его нету. Нам нужно друг друга, когда говорят, вот я, почему вы меня прервали в отношении прошлого, когда новая власть говорит о том, что вот 25 лет ничего не делалось, да страна действительно 25 лет, 22 года. Вы все правы, Николай, вот я вас слушаю, но вам не кажется, что местом для вот такого диалога должен стать парламент? Совершенно верно. Если он и мне становится, то я все-таки хочу понять, вы за перевыборы или нет, и готовится ли ваша партия к перевыборам? Мы однозначно за перевыборы. Мы за то, чтобы этот диалог был реально в парламенте. При той позиции руководства страны и парламента к оппозиции, когда оппозиция в первый раз за всю историю украинского парламентаризма не имеет ни одной должности, контролирующей любой руководящий в комитетах, не имеет представительства в президиуме, когда идет тотальное давление на оппозицию, когда ни один закон, который внес в оппозиционный блок, не то что не голосуется, не вносится в зал. И поэтому, как бы, говорить о том, что за нас проводятся там. И это у нас, и мы его вице-спикерс за оппозиции, кто-то говорил в фракции за оппозиции, а вы с комитетом за оппозиции, с Батьківщины, с радикальной партии, с самопомощи. Александр, вы же прекрасно помните, что та же Батьківщина получила все комитеты, когда была вся оппозиция. Батьківщина получила эти комитеты, когда была членом коалиции. Или вы забыли об этом? Вони хочут быть монополией оппозиции? Вспевайтесь с Батьківщиной. Мы этим это начали провести. Александр, раз вы уже начали, следующий вы, Андрей, обязательно. А как вы считаете, в этом составе Верховная Рада просуществует весь 2017-й, и будет ли в конце следующего года в Верховной Раде та же коалиция? Де-факто, Де-юре, сейчас не будем разбираться. Объявленная, скажем так. Я абсолютно уверен, что могут происходить перевыборы только в случае сутки изменения внешних факторов в середине страны. И это не гарантия. Потому что напряжение вокруг Украины может, наоборот, стабилизовать ситуацию в Украине. И те популісти, и те люди, которые пытаются сегодня руйнувать государство, возможно, в момент внешнего тиска на Украину они начнут понимать. А до времени кого вы говорите? Каких стран? Ну, а вы посмотрите, что сейчас происходит. Мы не знаем, чем закончатся все выборы, какая будет позиция Соединенных Штатов. Мы не знаем, какой уряд будет в Немеччине, какие уряды будут в других странах. То есть, мы не знаем, какой свет складывается вокруг нас, как будет развиваться ситуация на певдне от Украины. То есть, сегодня геополитические трудности, которые есть вокруг Украины, та самая криза в Евросоюзе. Мы не знаем, как это все случится. Александр, вы знаете, скажу вам вещь, которая не понравится. Но мне кажется, что проведение реформ успешное, наполнение бюджета, в том числе из тех теневых схем, о которых я сказал, как пример, который приведет вследствие к повышению социальных стандартов и уровня жизни украинцев, но вряд ли заставит население оглядываться на геополитику и смотреть, что там диктуют Вашингтон или Брюссель. Хотел бы вам нагадать, оставить они вас в спокойствии и досидите вы весь свой срок, поверьте. Что в Украине нижняя революция не отбывалась за экономичных причин. Что за вторичность украинской политики, когда вы живете всегда с оглядкой на западного брата? Вы работаете здесь хорошо, и народ вас еще пять раз переизбирает. Вы не понимаете. Война не закончена. Но мы находимся в стане войны. И от того, как будет складываться ситуация вокруг Украины, будет складываться ситуация в нашей войне с Россией. И если ситуация эта загострится, то тогда, возможно, придется делать перезавантажение деяких институций. Можливо. А, возможно, навпаки. Доведется. Можно я прощаюсь. Михаил, чуть позже. Но, возможно, в Абанк уже решили играть. Решила одна политическая сила. Играть она будет уже очень скоро. Андрей, говорю я о вас. Что за рекламу вы начали крутить по телеканалам, крутить очень много. На биборда вы стали появляться. На какие средства праздник и к чему готовитесь? 25 лет назад наша страна получила независимость фактически очень мирным путем. И на самом деле мы расплачиваемся сейчас, вот именно сейчас. Наше поколение, мы с вами вместе, коллеги, друзья присутствующие, расплачиваемся за то, что независимость нам досталась 25 лет назад бескровно, беспроблемно. Подписали Беловежские соглашения, Украина состоялась. Составилась вторая Украинская республика. За эти 25 лет продолжается борьба совка и жлобства. Это то, что я вижу каждый день. То есть все те красные директора, все те мальчики-комсомольцы и партийные функционеры, которые стали сегодня олигархами, если посмотреть на срез, кто сегодня... Даже руководителями страны. Абсолютно верно. Эти люди, благодаря своим заслугам или псевдозаслугам в советский период, сегодня являются самыми ревными патриотами. Самыми большими лидерами. Мало того, которые абсолютно неосознанно и даже самое главное, незаслуженно получили ту власть, за которую точно не стоял Майдан. И вот теперь происходят те события, вот именно сегодня. Я думал, что с Катей вот теперь я отвечу на ваш вопрос. И вот теперь я отвечаю на ваш вопрос, что будет в 2017 году. Не удержит сегодняшняя власть парламент. Не удержит. Вы готовитесь к выбору? Мы готовимся к парламентским выборам. Мы убеждены, что президент для того, чтобы сохранить свою президентскую власть, вынужден будет сдать этот парламент. Я говорю вещи свои, называю вещи своими именами. И соответственно для того, чтобы только сохранить, сберечь самого себя, Андрей, ну вот смотрите, но в вашей партии я уверен... Отдать на растерзание, как он считает общество. В вашей партии я уверен, умные люди есть. Они могут просчитать, что реклама долго работать не будет. А будет раздражать. Означает ли это, что вы готовитесь к парламентским выборам уже в ближайшее время, сроки? Мы считаем убеждены, что в 2017 году весной или сенью, я не могу так чисто прогнозировать, к сожалению, тут я согласен много с коллегами. Подожди, Сережа. С коллегами многие события, которые происходят не в Украине, не будут сильно влиять на события, которые будут происходить у нас. Но самое главное следующее. Первое. Общество, которое живет в неправильной системе координат, общество, которое не имеет своего целоположения и которое до сих пор не поняло, что у нас системная ошибка. Ошибка в системе государственного управления, ошибка в взаимоотношении между обществом и властью. Потому что наше общество, которое вышло дважды на Пайдан за последние 10 лет, данным давно пережило своих политиков. Давно пережило и встало выше их. И это общество заслуживает нормальную цивилизованную власть. Посмотрим, что скажет общество, в частности Весного. Дмитрий Добродомов, вы выборы видите в ближайшее время? Я бы хотел свою позицию зафиксировать. Но, по-перше, у меня когнитивный диссонанс, потому что, поддерживая этот абсолютно антисоциальный, антисоциальный бюджет, вы потом себя после этого называете позиционерами. Это для меня взагалі, ну, как бы не справится. Потому что в этом бюджете учтены наши требования, которые мы вырвали из этой власти. Вырвали из этого комиссии. Вы еще один раз сказали, и теперь будете избирателем во время агитации. Видите, что такая реальная борьба действительно с олігархами, которые нас заважают. Вот, как была не врахована наша пропозиция. Абсолютно правильно. Так сделать не только минимальную зарплату, а подвешить минимальную галузевую зарплату. Это для экспорта утворительных предприятий. У нас майже 5 миллионов людей, задеянных в предприятиях, которые продают продукцию за доллары. Понимаете? То есть, где втрече поднялся курс доллара, а зарплата у них, как были, 4-5 тысяч, так и осталось. Ну, это же нонсенс. Так, это полная несправедливость. Мы могли и купивальную спроможность подвешить, и наповнить бюджет, и подняти... Поэтому мы создали экспортно-кредитную агентство именно для этих вещей. Дозвольте, я завершу. Только своим коллегам сделали зауважение, что они вас перебивают. Робите так же. Давайте, ну, мы же не в парламенте, а в студии, принаймні, сегодня. Это я до того, что кто вболевает, так? Вот сколько властников у вас таких подприемств? Ваши фракции. Подприемства экспортно-отворючих. Тобто, они же обдирают людей, продающи за валюту свою продукцию, так? Они не на гривню не подняли зарплатную. Но зато, выходя из трибуны, кричать про то, как они вболевают за работников, за людей... Я не знаю, какие там зарплаты. Если вы даже не знаете про ваш закон, что он без наших голосов не был бы принят. И устроили мне тут сцену непонятно. Чему это все приведет все-таки? Нет, ближе, я до чего веду. Всеми нужны наши депутаты. Парламент, в следующий день, чтобы изменить конфигурацию парламенту, мы прекрасно понимаем, что без отсутствия, за отсутствие нового закону про выбор, за отсутствие нового закону про выбор, конфигурация парламента особого, за разъединенность, про что говорили? Я завершу свою думку, за разъединенность. Что показали, в том числе, и бюджетные голосования, Батьковщина, Свобода, мы, как народный контроль, частковая самопомощь, позапарламентская партия, Гриценко, агромедийская позиция, новый рух Саакешвили. Вот, кому нужно всем объединиться. И тогда мы действительно так сможем противоставить и действительно идти на выборы, так, если эти выборы будут, для кардинальной перезмени парламенту. И то, что так, прийдет. Я допускаю, на 10-15 хороших парламентов больше, ничего не сменится. Я надаю гарантию, сегодня не больше 50 адекватных депутатов взагалі працюють в Сирадзе. Те, які действительно готовились отробити. Сергей, вы обещали коротко. Очень коротко. Расскажу, зачем радикальные партии, ну, я так уж вынужден правду говорить, понимаете? Почему, зачем радикальные, может, даже ты не знаешь. Моё слово следующее. Радикальные партии нужны ролики. Первое. Они понимали давно, за месяц, потому что вели переговоры, что проголосуют за бюджет. И что это абсолютный обвал, провал радикальной... Неправда. Рейтинга радикальной партии. И они запустили ролики с ложью. Вы никакого не имеете отношения к зарплате 3200. Это победа правсоюза. Неправда. Раз. Вы никакого не имеете отношения к мораторию к земле, потому что землю сегодня растягивают, распродают. Моратория фактического нет. Третье, ерунда, это бумажки. Неправда. И дальше, вы врёте. Неправда. Но самое главное, они врут за ваш счёт. Почему? Потому что единственная партия, оппозиционный блок, и кажется, ещё какая-то, отказалась от тех денег, которые в бюджете предусмотрены на парламентские партии, которые сидят там и обворовывают вас, дорогие студенты, дорогие пенсионеры, предприниматели и так далее. Вот, смотрите, вот когда вы смотрите, вот когда вы смотрите эти ролики, это вы пришли в кино. Вы пришли в кино и платите за каждый ролик деньги с вашей стипендии, с вашей пенсии, с вашей зарплаты. Поэтому смотрите и знайте, за ваш счёт этот банкет, за ваш счёт, дорогие соотечественники. Спасибо. Михаил, я хочу сказать на выступление, товарища. Если бы у Януковича была такая оппозиция, как оппозиционный блок, он бы умирал на троне. Это уже понятно всем. И сегодня действительно в парламенте не хватает свободы, вы хотите к этому поводу. Я хочу сказать, что очень слабкая оппозиция, потому что у нас действительно очень мало. 20 депутатов Батьковщины, несколько депутатов Народного контроля, 5 депутатов от свободы. Вы видите, конечно, в таких условиях и ещё там несколько человек, мы не можем полностью противостоять, потому что я не считаю ни радикальную партию, ни оппозицию, ни самопомощь, которая голосует за бюджет и подголосовывает традиционно. Почему вы ведёте? Перевиборы будут или нет? Я хочу сказать, что, конечно, что перевиборы будут, но это будет... Это другой вопрос. А ваша красная сила? А ваша красная сила? А ваша красная сила? Я говорю, товарищ, секунду. Перевиборы будут, но это будет поштохом не оппозиции в парламенте, а оппозиции на улице. Вот люди выйдут, вот реально тогда и начнётся тиск суспільства, начнётся тиск на владу, и люди не сможут терпеть оце змущание, то, что сегодня работают за народу. Можно четырёх экспертов? И поэтому я думаю, что будут выборы. Людмин в 2017 году, и поэтому мы за выборы. Давайте взгляд более трезвый и извне этой ситуации. Четыре у нас эксперта. Я вас прошу просто очень коротко. Ваш прогноз. Процентом можно даже соотношение. Вероятность перевиборов и когда? Вадим, начнёте? Вероятность перевыборов Верховной Рады и когда? По срокам? Вероятность есть, гарантии нет. И если уже говорить даже календарь. На сколько высока вероятность? Нет. Ну, я бы не привеличивал высокую вероятность этих перевыборов. Так, ну, она и не низкая. Я не хочу сейчас вот там гадать процентами, но я знаю просто, что многие политики, так, руководители партии и так далее, где-то интуитивно готовятся. Чтобы разворачивать потихонечку, да? На вторую половину, на осень 2017 года. И тут вот прозвучало то, что... А приглашают уже вас, например, как эксперта, там, потихоньку поговорить, а не проведёте ли вы нам кампании. А это не такое, я постоянно в контакте. Есть какие-то там встречи, советы, сверхчасов называются. Кофе попить, чай попить. Так вот, так что есть такое. Так и Народный фронт готовится, это и другие. А им-то куда готовиться? У них рейтинг даже ниже статистической подместности. А это поэтому надо готовиться. Это же ещё надо вести народу свой... Вот этот рекордный антипрыжок. Сани весной. Взять больше всех на парламентских выборах, да, и превратить это всё в пыль 0,5%. Да, сани весной, сани весной. Ну, что касается вот по поводу того, что люди выйдут, знаете, это, с одной стороны, хорошо, люди имеют право на протест. Но я вот помню хорошо, запомнил, что сказала Кандализа Райс, когда она выступала здесь в Киеве. За 25 лет у вас было три революции. Может, это многовато для вас? Может, вы управлять не умеете? Может, действительно, мы управлять не умеем? Может, мы вот... И люди выходят из-за этого, потому что они не чувствуют, что власть работает на них. Потому что можно говорить о победах, но можно говорить в этом году очень много. Начиная от бюджета, нового правительства и так далее. Но только спросите у простого человека, он чувствует эти победы или нет? На своём кошельке, в своих карманах или нет? Вот они не чувствуют вот эти победы. Понимаете, вот это самое, что плохое. Они социально не защищены, люди до сих пор. Они не знают, что завтра будет. Понимаете, пенсионер, простой работник и так далее. Потому что, конечно же, про тарифы, сколько мы говорили, говорили, и так оно осталось. Платёжки какие у людей. Посмотрите, сколько милиционеров бывших выходит, протестуют, потому что пенсии маленькие и так далее. Бросили людей на произвол судьбы. Но получается, ситуация выглядит так, как вы её обрисовываете, немного тупиковой. То есть, и не пойдёшь на протест, лучше не станет. Пойдёшь протестовать, тоже не факт, что ситуация улучшится. Значит, хорошо управляйте, тогда не надо будут досрочные выборы. И перевыборы досрочные. Если вы будете хорошо управлять. Как по мне, ждать вот этого хорошего управляя. Нет, не буду вспоминать, это не голосование. Вадим Рубенович, Вадим Рубенович. Вадим Рубенович, Вадим Рубенович, Вадим Рубенович. На пике кризисом большинство украинцев, так было в 90-е годы, так было, была кризисная ситуация с 8-9-го годов. Я помню, все ожидали социальной революции, бунты будут. А народ выживал тогда, а не на улицу выходил. Вот такая логика у украинцев. Что касается, кстати говоря, парламента и перевыборов. У нас был парламент, который избран был в 2007 году. Каждый год ему предрекали перевыборы. Каждый год. Проработал все 5 лет. Поэтому, на мой взгляд, если продолжить... Затем Майдан был. Майдан был уже при другом парламенте. При другом. Не тратим время. На мой взгляд, если продолжатся тенденции, которые уже проявились в этом году, то есть постепенный выход из кризиса и относительная политическая стабилизация, если ничего форс-мажорного не станется, то выборов не будет. Тарас Костанчук. Я тут несколько ремарок. Тут эксперт несколько разов сказал, мы украинцы, чи вы украинцы, там и так и да. Украинцы недоверливые. И поэтому у нас каждый президент через год втрачал доверие не украинцы недоверливые, а президенты гниди. Если бы у нас хоть один президент через год своего президентства выполнил хотя бы 50% того, что он обещал и того, что от него ожидали, то он бы не тратил свои репетиции. Бачили, что купили. Секундочку, вы же понимаете, что люди недоверливые, а президенты гниди приходят. То есть в Верховной Раде и Казмин у вас претензии меньше, Тарас? Верховная Рада. Робить что-то для народа. Это уже там, так? Робить. И будет у вас кредит доверия. Робить для людей, не для себя. Не делить гроши, потоки. Не домовляйтесь про какие-то там преференции для бюджета. Робить для людей. И у вас будет кредит доверия. Тогда люди не будут у всех там закипать. Если можно, еще одно короткое, я вам как приклад произведу. Дуже коротко. В Херсонской области, прикордонная зона, керевник лесного господарства, призначенный Януковичем, залишается сейчас керевником, розкрадается лес. И чия-то людина, людина бывшего депутата Журавко, который сидит в оппозиционном уряде, поруч с Зазаровым, а гроши отримает с Херсонской области до сих пор. Александр. Разумеете? Перевыборы будут. Тарас, извините, просто если мы будем перечислять подобные примеры, эфира не хватит. Поверьте мне. Они вопиющие. Поверьте мне. Александра, вам задаю вопрос не о перевыборах. Ну что, что такое? Перехожу на другую тему, и ее продолжат депутаты. А это, чтобы вы не готовились к ответу. Ну вот смотрит мир на это все. Смотрит Запад. Который, в общем-то, меняется на наших глазах. Мы не будем сейчас заниматься популярным трамповедением. Что ждет от нас, чего ждать от Трампа. Сейчас любят это делать многие и политические ток-шоу, и вообще, и многие политики. Чуть, что Трампа вспоминать и говорить, что только они понимают, что будет с Украиной после его прихода. Этим мы займемся с вами, возможно, 20-го числа. 20 января я хочу проанонсировать нашим зрителям. Мы возвращаемся в эфир. У нас тоже будут небольшие каникулы. Мы зависим просто от политических сезонов наших народных избранников. Вот 20 января, по ведению, мы займемся, как в день его инаугурации. Ну а сейчас вообще, вот смотрит Запад на Украину, Александр, да? Ну согласитесь, в 2016-м Запад очень часто закрывал глаза на то, что происходит в Киеве, ну то есть у нас. И иногда не просто закрывал, а зажмуривался, мне даже, кажется. Вы знаете, так? Продолжится ли это так, продолжится ли эта политика Запада по отношению к нам и в следующем году? Как долго нам еще будут что-то прощать? И готовы ли прощать еще дальше? Не до нас будет. Ну, не знаю, мне не совсем как бы нравится вопрос. Я думаю, что давайте подумаем, что нам делать для того, чтобы мы перестали быть головной болью для Запада. И только ответ на этот вопрос позволит нам более выигрышную для себя позицию получить. Если Украина задаст повестку дня такую, которую будет устраивать Запад о том, что мы сами видим выход из сложившейся ситуации, касательно Минска, касательно внутренних вопросов о том, что тогда мы перестанем ждать, что нами кто-то будет управлять. Вот эта субъектность, которая все время, говорит, вот она теряется. Только предложив и Соединенным Штатам, и Брюсселю вот такое вот решение, что при таких вот обстоятельствах мы для вас перестанем быть вот тем зудом в одном месте или головной болью, постоянной проблемой. Только это позволит получить для себя хоть более-менее улучшенные позиции. Все остальное будет только хуже. Опять, касательно выборов. Очень важный момент. Я думаю, что выборы, возможно, могли бы решить какой-то вопрос, только если бы это были парламентские и след президентские. Остальное все это клинч, оно непродуктивное, оно опять будет мертворожденное. При всех конфигурациях, коллеги прекрасно знают, этих замеров проводилось уже очень много. Нету той силы, которая могла бы на себе сконцентрировать доверие, сделать эффективную, ну или коалицию, или иметь голоса, работать, проводить реформы. Остальное они просто будут вот так вот в обнимочку обниматься и затягивать, затягивать процессы. Перевыборы важны и интересны только в том случае, когда они дают совершенно другую повестку дня. Слово живущей ситуации. Это ключ. Сергей Рудик, а вас я попрошу коротко только ответить на вопрос, который, я не знаю, насколько серьезно волновал украинцев, но украинцам эту идею весь год продавали, очень часто обещали и в конце украинцы это не получили. Самая грустная шутка декабря в интернете, знаете, какая гуляла? Все, кто верил в Шенген, разбирайте зимние чемоданы, собирайте летние. С летними вещами. Хотя бы к лету мы Шенген получим? Мне бы очень хотелось верить, что мы отримаем Шенген. И, на жаль, тут мяч на поле наших захидных партнеров. Пока они наши партнеры, пока у них не делали перевыборы, пока они на них не перемогли украинофоб. Но есть в этом и плюс. В первой истории в захидные коллеги, давайте лучше так их называть, визнали, что Украина выполнила все 144 вимоги, которые стали для нашей государства. Но это, на великой жаль, не дало нам то, на что мы рассчитывали, и я думаю, что абсолютная большинство прагнули. И это даёт ответ на ключевое вопрос. Мне персонально не очень важно, что хочет от нас. Мне персонально не очень интересно, что хочет от нас Россия. Мне интересно, что думают выборцы в 198-м выборчем округе, это округ, который выбрал меня, и что думает украинский народ. Это пафосно, но это чистая правда. Мы сегодня, смотрите, даже в нашей студии, человек, который первый раз в жизни говорит, что все президенты гнили. Скажите мне, может человек, который себя поважает, сказать про президента в своей стране, даже если он не согласится с его точки зрения. Вот из тех президентов, которые у нас все были, я, возможно, голосовал только за одного. Но у меня род не откроется сказать про президента в своей стране, и даже отставцы, что он гниден. Навчиться поважать себя. В нас правда. В нас сила. В нас, украинцев. И если комплекс меньшевартостей не выйдет из нас, то у нас тогда повторится не 17-е, а не 17-е. Я считаю, что во времена президентства Януковича, вы меня тогда уже тоже, простите, во времена президентства Януковича, я, например, работал на оппозиционном тогда канале ТВАЙ, и чем, как его только не поливал того президента, это было до того, как канал был отжиг... По поводу все-таки нас и внешнего мира. Чего нам ждать? Поддержки или пока осторожного охлаждения отношений на следующий год? Андрей, как вы считаете, действительно ли нужно пережить все эти выборы? И хватит ли нам тогда внутреннего запаса? Я вам хочу сказать так. Вот вы задали вопрос, а будет ли у нас Шенген? А я хочу задать вам встречный вопрос. А зачем? Вот зачем Украине Шенген после всего того, что Украина сделала? Зачем Украине Шенген после того, что Украина выполнила? А самое главное, зачем Украине Шенген, если все, кто хотел, давно его имеют, а все, кто не может его получить, туда и не поедут, даже если он 100 раз будет. Хорошо. Друзья, ровно 3 минуты у нас остается. Это последние 3 минуты нашего эфира в этом году. У каждого не больше 30 секунд. Небольшой близ. А что тогда нужно Украине, чтобы украинцы зажили лучше? Дмитрий. Ну, я уже, тогда закончу провизор. Это как обязательство на следующий год. Будьте внимательны сейчас. Нам треба нарешті перевезти в практичную площадку все те, что мы сделали в законодавстве. Мы в законодавстве, я могу багато сказать про антикорупционные вещи. Нам нарешті это все має попрацювати. Что хотят люди бачить? Повернуть эти деньги. То есть мало писать законы, нужно добиться, чтобы они работали. Я вас услышал. Спасибо. Повернулись деньги и силы тихоев в крах. Не симулировать реформы, а реформировать. Я вас тоже услышал. И силы тихоев в крах. Спасибо. Сергей Рудик. Нам нужно дать сделать все возможное, чтобы наши молодые люди не выезжали за кордон и обеспечить гидную старость людям похилого века. Знать бы еще, как это сделать, дождуться ли они, когда вы этого все-таки добьетесь. И молодые, и люди похилого века. Алена. Я рік назад тут сказала, что цей 2016 має стати роком имплементації того, что мы сделали. Он не стал роком имплементації. Поэтому я думаю, что нам нужно не сподіваться, что кто-то что-то сделает за нас. А конкретно перестать слушать брехню, перестать слушать брехливых политиков. Не думать и не верить, что все однаковы. Дивиться электронные декларации, дивиться надеи. Не все политики однаковы. И это нужно выборовать на наступных выборах. Я вважаю, что главное завдание это повернуть мир в страну. Это начать поважать один-одного. Сделать так, чтобы в стране работали законы для всех, а не только для частини государства. Поменять владу и вернуться на шлях нормального дела. Спасибо, Михаил. Нам в наступном году нужно ухвалить закон про ТСК, закон про оппозицию, закон про выборы, закон про импичмент. Нам нужно в наступном году перезавантажить. Нам нужен новый уряд, новый парламент и новый националист-президент. Спасибо. Андрей. Нам нужен новый общественный договор. Нам нужно новое целоположение, кто мы, куда мы идем, чего мы хотим. И самое главное понять, что мир крутится вокруг Украины. А Украина его далеко не центр. Спасибо. Сергей. Я очень много в этом году ездил по фабрикам, заводам, встречался с крестьянами, с рабочими. И я вам хочу сказать следующее. Фамилия, которая чаще всего звучит. Знаете, какая? Не украинского президента, премьера, даже не Ценюка и даже не Каплина. Фамилия Лукашенко. Нашей стране нужен сильный лидер, сильная власть и победа над олигархами. Но подойдет ли нам картофельная идея за Александром? За последние годы начали несколько реформ и они дают первые результаты. Если в следующем году будет сделано еще несколько реформ и результаты будут больше и больше, то мы увидим эту Украину, про которую мы боремся. Спасибо, я вас всех услышал, вас услышали зрители. Я от себя добавлю то, что нужно, возможно, прямо сейчас сделать вам, наши зрители. Посмотрите, пожалуйста, в архиве сайта подробности.ua прошлогодний, предновогодний выпуск программы «Черное зеркало». Сравните обещания, сравните рецепты, сравните, как изменилась лучшую сторону ваша жизнь. Я не поздравляю вас пока с наступающими праздниками и пока не прощаюсь перед небольшими каникулами. У нас с вами впереди еще одна встреча в воскресенье в 20.00 в подробностях недели. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ